В прошлом году я делал обзор базового комплекта безопасность умного дома от компании Xiaomi. В принципе умный дом я там нашел и к этому никаких претензий нет. Но вот безопасностью, безопасностью к сожалению там и не пахло. И меня завалили огромным количеством комментариев о том, что есть такая система Ajax, в которой есть не только безопасность, но и зачатки умного дома. Полгода у меня зрела мысль о том, чтобы все это дело протестировать. Достал, использую на постоянной основе и в этом видеоролике я готов поделиться своими впечатлениями о том, что это такое, как оно работает и сколько это стоит. Устраивайтесь подобнее. Попутно освежим память тем, кто не смотрел ролик по Xiaomi. Продукция китайского бренда не автономна, то есть перестает работать при отключении электричества. При отключении интернета из-за отсутствия света вы уже не получите уведомления. В базе установка сим невозможна и система не сертифицирована охранными агентствами. То есть подключиться на пульт охранной организации нельзя. И разумеется все эти недостатки отсутствуют в системе безопасности Аякс. Для того, чтобы защитить трехкомнатную квартиру мне понадобился следующий сетап. Набор Starter Kit CAM состоящий из хаба HUB2, датчика движения с камерой Motion CAM, датчика открытия и закрытия двери и Open Door Protect и брелока для быстрой активации и деактивации системы Space Control. В довесок я приобретал комнатную сирену, датчик движения Motion Protect, два пожарных датчика Fire Protect, для кухни и студии, где больше всего аппаратуры, три датчика протечек Lix Protect для туалета, ванной и кухни, три комбинированных датчика движения и разбития окон Combi Protect, клавиатуру Keypad для быстрого снятия и постановки под охрану и умные розетки Socket. Итого по деньгам вышло около 800 долларов. Ценник варьируется в зависимости от региона, в зависимости от того сколько будут стоить те или иные компоненты системы у вашего регионального дистрибьютора. Примечательно то, что на официальном сайте компании есть удобный конфигуратор, который после нескольких вопросов по охраняемому жилью даст рекомендации по подбору железа. Я лишь внес некоторые правки в предложенный конфигуратором вариант. В приложении по каждому датчику есть исчерпывающее руководство на русском языке по принципам его работы и рекомендации по установке. Монтаж можно осуществить либо через 3М скотч, либо на саморезы с дюбелями. По монтажу вся система беспроводная и не требует каких-либо подготовительных работ на стадии ремонта. В принципе если вы умеете держать перфоратор, то у вас никаких сложностей возникнуть не должно. У меня лично ушло на монтаж около полу дня. Это с условием того, что я прочитал каждый мануал к каждому датчику. Почти все площадки сенсоров ставятся на 4 самореза, но хватает двух. Главное один поставьте на специальный перфорированный угол. Каждый сенсор имеет датчик открытия крышки и если кто-то надумает оторвать все это дело, вы получите уведомление. Классно, что производитель дублирует QR код, необходимый для подключения датчиков к хабу и регистрации в системе. А то все прикручиваешь, а потом забываешь, что QR код остался на датчике и все приходится заново снимать. А тут нет. По факту почти все датчики пришлось вешать на саморез и сам производитель не рекомендует его использовать из-за того, что со временем скотч может потерять свои свойства. Датчик может отвалиться, повредиться и произойдет ложное срабатывание, при котором может приехать охранная организация, например. Так что лучше на саморезики, тем более у меня в квартире особо не было таких поверхностей, к которым можно было все это дело прикрепить на 3М скотч, а сам по себе скотч можно использовать для примерки, для того чтобы посмотреть насколько корректно будет работать датчик в том или ином месте. В целом по комплекту могу сказать так. Датчики очень стильные и не портят вид помещений. Есть два цвета на выбор, белый и черный. Сделано все качественно, к сборке претензий нет. Единственное, по возможности брелок лучше брать черного цвета. От пары носок в черной кожаной ключнице и соприкосновение с ключами он теряет внешний вид. Из непродуманного по монтажу запомнились две вещи. Первое, это крышка, на которую цепляются все датчики, она прикручивается к стене. Так вот, в самой крышке нет отверстий под саморезы, их нужно делать самостоятельно, это не очень удобно. И второе, когда вы фиксируете на стене motion cam, вам нужно видеть то, что показывает эта камера. Так вот, само приложение не позволяет этого сделать в режиме онлайн, чтобы вот вы двигаете сам по себе датчики и в приложении сразу видеть, ага, так вот, тут угол обзора нормальный, а вот здесь вот было бы еще лучше. Тут приходится просить кого-то, чтобы он имитировал проникновение, то есть, прежде, ну, до этого нужно ставить саму квартиру на сигнализацию, потом махать рукой. В общем, это неудобно. И потом уже отсматривать фотографии, потом изменять положение и опять повторять всю процедуру подряд. Хотя бы режим инсталляции можно было бы какой-нибудь придумать. Охранная система управляется при помощи фирменного приложения для iOS и Android. Главным экраном выступает пульт управления охранной системы. Он является полной копией физического брелока и даже подсветка загорается. Тут можно поставить объект на охрану, снять его с охраны, активировать ночной режим или нажать тревожную кнопку в экстренных случаях. А вообще, если вы не дружите с перфоратором и уж тем более собираетесь подключаться на пульт охранной компании, лучше довериться профессионалам, которые грамотно монтируют эту систему и по максимуму исключат ложное срабатывание. Также есть тревожная кнопка. Ваше устройство при нажатии останется бесшумным, а вот сопряженные контакты и охранная организация получат уведомления. Ночной режим настраивается для каждого датчика по отдельности. Вы сами выбираете. К примеру, у меня при активации ночного режима срабатывает только датчик открытия и закрытия двери. При этом пожарные датчики и датчики протечек работают всегда. Приятно то, что любое из действий с пультом можно осуществить через всплывающее окошко. Приложение все равно запустится, но если вы им недавно пользовались, то может открыться вкладка отличная от управления. На вкладке уведомления собираются все сообщения от компонентов системы. Очистить их можно в сервисных настройках хаба. В ленте событий хранится до 500 уведомлений. Выборочно удалять уведомления нельзя. Немного раздражает то, что каждый раз поставив квартиру под охрану, сняв ее с охраны. Когда активируется ночной режим, вам всегда приходит уведомление на смартфон и вам необходимо запускать приложение и очищать его, чтобы не висела красная единичка. Причем вне зависимости от того, делаете ли вы это с брелока, что еще в принципе разумно, либо с самого виртуального брелока в приложении. Там и так над ним пишется текущий статус и ты видишь активировалась охрана или нет. Если разработчики преследовали цель оставить обратную связь, что мол все получилось, то Сирена ее и так делает. Вкладки устройства и комнаты несут один и тот же смысл. В первой все девайсы висят несортированным списком, в том порядке в котором вы их подключали к приложению. Во второй отсортированные по созданным вами комнатам. Давайте пробежимся по датчикам, их принципах работы и основных возможностях. Ajax Hub 2 Центр охранной системы. Он подключается к вашему роутеру по Ethernet кабелю. В качестве резервного способа соединения теперь используются два 2G модуля с местами под микросим карты. Лучше использовать все каналы связи. Так надежнее. В хабе установлена собственная операционная система OS Malewish. Она автоматически скачивает все актуальные обновления и устанавливает их в фоне. При этом пользовательские действия не нужны и не нужно производить каких-либо манипуляций, связанных с постановкой либо снятием охранной сигнализации. А вот сам по себе хаб со всеми датчиками соединяется по собственному зашифрованному радио протоколу Javeler. Он и энергоэффективнее чем Wi-Fi и дальнобойнее. В хабе как и во всех других компонентах есть свой собственный аккумулятор. Хаб без электричества может проработать еще 16 часов на встроенном элементе питания. В настройках приложения вы можете добавлять новых пользователей и присваивать им права, а также выбирать тип уведомлений, которые будет получать тот или иной человек. Как видите, хаб может через сим-карту отправлять смс или производить вызов. И еще из полезного геозоны. Вы можете настраивать зону, выходя или входя в которую вы будете получать уведомления о необходимости поставить или снять сигнализацию. Недостаток 1. Система не предупреждает только последнего человека, который покидает помещение. Также я пользуюсь расписанием охраны. Создал два сценария для автоматической активации и деактивации ночного режима. Он у меня работает с 11 вечера и до 7 утра. Сигнализация сработает только при открытии двери. Еще в хабе есть куча настроек с которыми вы можете ознакомиться в руководстве пользователя. Но главное, он, как и вся система Аяк в целом, сертифицирована большим количеством охранных компаний. А это значит, что ее можно подключить на пульт и в случае чего вам не нужно бежать домой сломя голову и что-то там предпринимать, рискуя своей жизнью. Не исключено, кстати. За вас это сделают профессионалы. Но тут есть важный нюанс. Это все не касается жителей Беларуси. Раздел охранной компании просто пуст. Суть в том, что в Беларуси есть только департамент охраны и они монополисты. Да, подключиться на их пульт можно. Для этого они вам поставят вот такой огромный ящик. Свой хаб можете выкинуть от Аякс и закупаете у компании Аякс отдельную плату, которая вставляется в этот ящик. Все умные функции у вас пропадают. Само приложение на телефоне, разумеется, не работает. И вся разница с тем решением, которое предлагает департамент охраны, заключается в том, что теперь у вас система будет беспроводная и вам ничего не нужно будет штробить в квартире. А те ребята предлагают только проводные датчики на окна и двери. Так что беларусики и я в том числе в случае срабатывания охранной системы смотрим в датчик motion cam что там происходит в вашей квартире и вызываем ментов и надеемся на то что они выполнят норматив. Возле входной двери вешается сирена. У меня домашний вариант с мощностью до 105 дБ. Это очень громко. В приложении я настраивал ее громкость и активировал индикацию, а также звуковой сигнал постановки снятия с охраны. С кейпад удобно ставить и снимать систему с охраны. Я поставил задержку в 20 секунд на выход на датчик открытия двери и после постановки могу спокойно выйти и закрыть дверь и система не сработает. Также на клавиатуре сбрасывается сигнализация извещателей и есть тревожная кнопка. Интересный момент, если вас вора мило попросят снять охранную сигнализацию из квартиры вы это можете сделать введя немножечко другой пин который вы заранее подготовите. И в таком случае охранная сигнализация снимется и в бесшумном режиме все доверенные контакты получат от вас уведомления о тревоге. MotionCam новинка компании Аякс, работающая только с новым хабом с циферкой 2. Помимо датчика движения есть камера, которая может снимать даже в полной темноте. При обнаружении движения отправляется сигнал тревоги и делается серия снимков, а затем отправляется на смартфон. Посмотреть их можно на вкладке с уведомлениями. Сделано это для того чтобы исключить ложное срабатывание, например когда теща не предупредив пришла в вашу квартиру открыв дверь своим ключом. Вот тогда вы посмотрели в камеру и решили что можно снять с охраны, чтобы охранное агентство не положило тещу лицом в пол. Хотя в настройках выбираются три варианта качества изображения. и количество снимков серии. Разрешение очень низко, но это сделано для того чтобы файлы занимали небольшое количество места и максимально быстро доставлялись к пользователю. Очень жаль что в режиме онлайн нельзя посмотреть что происходит в вашей квартире через этот датчик. Разработчики из Аякс пояснили что сделано это для безопасности и конфиденциальности ваших личных данных. Ярким примером слива инфы с камер стал случай с камерами ринг. Компания предоставила своим разработчикам в Киеве полный доступ к папке на Amazon S3, где хранится отснятый материал со всех устройств. Видеоданные на тот момент не были зашифрованы, а разработчикам дали еще и базу данных, которая соотносит имена пользователей и видеофайлы. Подробнее можете почитать на страничках издания The Intercept или найти перевод на хабрия. Как вариант докупить камеру отдельно. Система Аякс имеет полную совместимость с несколькими брендами, а другие камеры можно подключить используя RTSP ссылку. Для определения движения Аякс предлагает два датчика. Один простой, а второй комбинированный комбипротект, который в довесок определяет разбитие окон. По их работе у меня нет вопросов. В приложении имеются настройки чувствительности. Актуально если у вас есть домашнее животное. При помощи этих и других датчиков, которые представлены на официальном сайте компании Аякс, вы можете защитить свою жилплощадь от воров. По факту все ваше взаимодействие с этой системой сводится к тому, что вы ставите квартиру под охрану и снимаете ее, ну и еще очищаете уведомления. Но на этом не все. У Аякс есть датчики пожара и протечки. В пожарные датчики встроена сирена. И отключаются они не только с пульта или приложения, но и просто нажатием на корпус. Принцип датчика протечки прост. Четыре контактных группы по периметру и если хоть один из них замкнется каплей, вы уже будете в курсе. Один датчик воды у меня не законнектился к хабу. Я сразу же написал техподдержку. Кстати, я помню, это было в субботу около 11 вечера и через три часа техподдержка мне ответила. То есть они отвечают 24 на 7. За два дня переписки мы поняли, что проблема не в моей системе, а в конкретном датчике. Я съездил к дистрибьютору и мы нашли в чем заключалась загвоздка. Оказалось, что тот датчик был предназначен не для моего региона. Его заменили, он подконнектился и все сейчас работает. По датчику дыма у меня тоже был нюанс. Он выдавал ложное срабатывание периодически. Знаете, довольно громкая сирена. Саппортом мы предположили, ну точнее саппорт предположил, а я проверил, что под ним находится большое количество пыли. Так оно и оказалось. После того, как пыль была вытерта, никаких ложных срабатываний не было. Вообще датчик рекомендуется прикручивать к потолку. Но я его забрасывал на самый высокий шкаф из-за того, что потолки у меня натяжные, а к стене штрабить не хотелось. У Аякс есть и зачатки умного дома. Умная розетка со световым индикатором позволяет дистанционно отключать и включать подключенные приборы. Имеет счетчик энергопотребления и механизм защиты от перегрузки. В приложении можно настроить сценарии. Всего их 4 вида. По расписанию, при тревоге, при включении и выключении охраны, по нажатию кнопки. Например, уходя из дома или при возникновении пожара обесточивать сеть. Единственный момент. Я хотел бы использовать сокет не только в розетке, но и на вилке тех или иных бытовых устройств. К примеру, я утюжу во всей квартире, где кинул гладильную доску, там и поутюжил. И, ну, это довольно дорого ставить такой переходник во все розетки. А так, нацепил на вилку утюга и забыл отключить, зашел в приложение и отключил тот или иной прибор. Вот. А здесь это невозможно, система так не работает, и вы будете получать кучу ложных уведомлений. А если квартира находится на стадии ремонта, вместо розетки лучше покупать реле и сразу включать его в цепь питания до розетки. Конечно же хотелось бы увидеть развитие и умные составляющие в этой системе безопасности. Уже сейчас можно создавать сценарии, когда, например, при срабатывании датчика воды будет подаваться сигнал на реле и перекрываться при помощи сервоприводов стояк и вода не будет поступать в квартиру. Или, например, будет отключаться все электричество, когда вы ставите квартиру на охрану, уходя из нее. Но, например, нельзя настроить датчик движения так, чтобы, когда вы проходите в той или иной комнате или помещении, у вас загорался свет. Это просто невозможно. Вот. И хотелось бы увидеть интеграцию тесную. Например, с тем же HomeKit. Это программная оболочка на смартфонах от компании Apple. Или подключать еще большее количество умных устройств. В общем, и есть зазор на будущее развитие. В целом, по системе безопасности у меня нет вопросов. Все сделано качественно, надежно и продумано. Возникающие вопросы быстро решаются с техподдержкой. Очень горд за то, что эта система безопасности была разработана на постсоветском пространстве и она теперь известна во многих странах мира. Разумеется, я буду продолжать ей пользоваться и если накопится какой-то опыт, который стоило бы передать в отдельное видео, то обязательно это сделаю. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTex и вопросы либо свой пользовательский опыт можете освещать в комментариях к этому видео. До скорых встреч. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.